Алексей Сергеевич Алексеев, его первые книги, во-первых, насколько я знаю, Алексееву, Сергею Алексееву дали информацию, чтобы он написал свои книги. Он просто обработал, писал и так далее. Но информация, которую он в своих книгах делает, ему была передана. Вот. Так что, если ту информацию он исказил частично, чтобы создать свое понимание, тогда я передал. Информация не искаженная. Не может быть, что человек взял ее, изменил. То же самое, Алексеев изменил ее, Сергей Алексеев изменил под свое видение, выдал как сам. Я приходил, сталкивался с людьми, которые ему информацию передали. Я говорю, ну зачем вы сделали? Он же исказил очень многое понятия, извратил. Ну, все равно это лучшее начало, пробуждение, чтобы что-то было. А почему нельзя сразу давать правильно? Это первое. Второе. Насчет славянарийских ивет. То, что ингеленисты пытаются превратить это в новую религию, это вредно. Потому что у наших предков никогда не было религии. У них было миропонимание. То есть, они прекрасно знают, что никаких богов нет. И даже почему? Мы дети, мы внуки и дети, дашь бога. О чем говорит? И наши предки понимали, под богами, это людей, вышедших на уровень творения, которые могли, в результате своего развития, до сих пор, и когда они могли творить, и творить очень многое. Все, просто понятие. Понимаете, в чем дело? Вот то, что используются, просто берут, ну, извините, просто, ну, не сказал бы тупо, ну, просто, неосмысленно повторяют. Там вот, бог такой-то, бог такой-то, бог такой-то, но они же не боги в том понимании, как понимаются боги сейчас. Совершенно другое. Так почему переносить понятие того времени на это, не изменяя его суть? Это первое. Поэтому то, что ингеленисты сейчас делают, я считаю, много вреда. Из-за чего? Потому что они пытаются превратить новую религию, которую никогда не было. У наших предков было мирового понимания. Они понимали, как устроены вселенные, они понимали, как живая жизнь развивается, и так далее, и так далее, и так далее. И если были обращения, допустим, какие-то, которые они приводят в текстах, эти обращения были связаны с тем, что в то время, когда после катастрофы, как бы все были отброшены на уровень каменного века, естественно, что многие не могли сами защитить себя от влияния темных сил или паразитических сил. И поэтому, обращаясь к тому или иному творцу, то есть к тому, кто человеку, людям, которые досили уровень какого-то, они тем самым получают от них защиту против действующих паразитов темных. То есть они получали, резонируя, настраиваясь на них, они попадали под их защиту. Только и всего. Современные английцы даже не понимают. Это первое. Второе, то, что насчет «нет доказательств». Ну, почему нет доказательств? Во-первых, есть книги и так далее, просто, к сожалению, эти книги не стали еще доставить в глаза, но кое-что уже просочилось. То же самое, как в свое время, когда вот я наткнулся информацию о Велесовой книге, будущей в Сан-Франциско, я потом выяснил, что в Сан-Франциско есть музей, русский музей, его еще переселенцы первой волны создали. И там архив Миролюбова есть. Ну, я пошел туда, мы его передали, но неважно. Я попал по цепочке в библиотеку Стэнфордского университета и заказал эти самые ролики с архивом Миролюбова. И когда я заказывал, там был молодой парень, и мне спрашивали, ну, если по-английски, а чего вы интересуетесь, так сказать, архивом Миролюбова, вот эта самая Велесова книга, так она же фальшивка. Я говорю, извините, а фотография с 42-го года, это что, фальшивка? Ну, да, фальшивка. В 42-м году не было ни компьютеров, ничего. Создать фотографию такого уровня, фальшивку, в принципе, невозможно. Значит, кто-то кинул мысль, что фальшивка, и все приняли ЭКО. А то, что вся современная, так сказать, история, будем называть так пока еще, жидится на книгах, которые напечатаны в 15-16 веке, и, в принципе, нет оригинальных документов, подтверждающих, откуда копии, то есть. Если это копия книги, оригинал, так где же оригинал? Ни одного оригинала нет, все копии есть. И все они 15-16 века. И дурят до такой степени, без пардона, что удивляюсь. И все клюют и кушают и так далее. Почему? Потому что никому не выгодно признать тот факт, что, в принципе, цивилизация пошла, вся цивилизация, которая по миру расползлась, числе крупницы, расползлись из территории современной России. То есть, что наши предки, не говорю, что мы с вами, а наши предки именно были источниками тех высокоразвитых цивилизаций, и многие они создавали эти цивилизации сами, которые сейчас считаются принадлежащими каким-то другим культурам. Вот не любят то, что в России, то есть русский народ, ну, то, что мы русский народ, конечно, сейчас не совсем то, что было когда-то, но, тем не менее, русский народ сейчас наиболее, одно из наиболее чистых сохранится этический группа, как ни странно, да? Потому что исследование генетики показало, что в массе, в русском народе, только полпроцента примесей присутствует, другие генетики, полпроцента. Вот, тем не менее, все боятся признать, всем невыгодно, что вот в России является источником матери всех цивилизаций, и русский язык был, как говорится, проязыком всех остальных языков, существующих сейчас европейских, по крайней мере, белой расы, к примеру. Очень не хочется. Всем хочется, что... А всех устраивает, что мы с вами, наши предки с вами в IX веке еще на деревьях сидели, или из нор берлог вылазили. Вот они всех устраивают. Странно получается, да? Ладно, не буду, а то я сяду на своего любимого конька. Следующий вопрос. Говорят, что трагедия Гаити произошла потому, что государственная религия Гаити есть в Вуду. Господь Бог покрал последствия сатонического культа. Ну, вы знаете, если так подходить, я помню, вы знаете, когда было, читал одно время, когда было землетрясение, когда плиты столкнулись в Тихом океане, и Юго-Восточная Азия была цунами мощной, и там погибло еще много людей. Я читал, знаете, какую вещь? Что газета, русскоговорящая газета в Израиле напечатана такую статью, что вот из-за того, что евреи передали оккупированный сектор газа хозяевам, Господь Бог наказал нас за это и ударил, так сказать, цунами по Юго-Восточной Азии. Серьезно, вы смеетесь? Ну, промахнул Господь Бог малость. Но Он наказал евреев за то, что они дали свою землю. Я на полном серьезе, говорю, это читал статью. Ну, правда, еще одну статью читал, там тоже выпадал в осадок. Там пишут, что в последнее время среди еврейской молодежи очень много уголовной активности, то есть убийства, насилия и так далее. И это происходит потому, что, вы помните, в анекдоте, в анекдоте Термедии, что при этом чувствую? О, при этом чувствую, что смотрю в окно полчаса, а потом при этом выхожу в другое окно, другого-то у меня окно побольше. Что при этом чувствую? О, при этом чувствую уверенность завтрашнего. Помните Термедию, да? Когда там ночное, когда Хазанов давно еще наступал. Помните, да? Когда там вот, вот, предположим, вы стоите в окно окна, напротив вас в окне стоит голая женщина. Что вы делаете? Помните, да? Ну вот, в этой статье примерно такой же, но это еще лучшее. Похлеще Хазанова. Там написано следующее. Вот еврейская молодежь стала агрессивной и, так вот, уголовная направленность появилась. Почему? А потому, что они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Потому что взяли и отдали территорию сектора газа, опять отдали, оккупированную территорию. Вот потому, что землю Израиля отдает, оккупированную. Вот еврейская молодежь начинает убивать, потому что у нее потеря веры в будущее, в завтрашнем дне. Ну, подумайте, какое отношение, во-первых, центр Вуду Африка, на чем-то там штаба. И если бы это Бог наказывал, то он наказывал бы Африку, правильно? А не Гаити. Это, во-первых. Никакого отношения, естественно, землетрясения ни к Вуду, ни к Богу, ни к наказанию не имеет. Так что, это Бог сказать точно. Ладно, пойдемте дальше, потому что вопросов много, времени так много осталось. Значит, те, кто готов снять блокировки, опять-таки, снатие блокировки не значит, что у вас сразу все поедет, все само-само останется. Блокировка, это убирание блокировок, снятие проблем, которые не позволяют вам двигаться вперед. Ну, не значит, что без вашего труда что-то будет меняться. Просто вам будет легче двигаться вперед, да, но движение должно быть с вами, с самими. Хорошо? Значит, все, кто готов на это, просто настройтесь. Остальные, кто не хочет, спокойно сидите, никто с вами делать ничего не будет против воли вашей. Ну, вот и даже не больно, да? Хорошо. Значит, сейчас просьба, значит, я еще раз благодарю всех, кто сегодня пришел. К сожалению, видите, сегодня неожиданное количество, ну, может, ожиданное, вопросов из зала, на которые еще не успел ответить. Но я их буду читать в любом случае и постараюсь учитывать в дальнейшем. Всех благодарю, счастливо, удачи.